На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сираева. В начале коротко о главном в этом выпуске. Образование, культура, профилактика правонарушений – доступная среда. Народные избранники обсудили исполнение муниципальных программ. В Большой Сибири – уголок родной. В городской библиотеке презентовали сборник стихов местных авторов. Жесткая трасса. На выходных в Нефтьюганске прошли окружные соревнования по мотокроссу. Сегодня состоялось очередное заседание Депутатской комиссии по социальным вопросам. Народные избранники обсудили исполнение муниципальных программ, таких как развитие образования, культура и туризма, профилактики правонарушений. Реализация большинства из них идет по плану, но есть и проблемные моменты. Репортаж нашего корреспондента. Самый высокий процент исполнения по программе «Отдых и оздоровление детей» – почти 100%. Развитие образования приближается к 90%. А вот с укреплением материальной базы социальных объектов есть сложности. Например, второму корпусу детской школы искусств давно требуется ремонт кровли. Уже два года Московский институт делает проектно-изыскательские работы. Все это время работники дыши и сами замазывают течь. Наталья Любимова предложила пригласить на депутатскую комиссию управление капитального строительства, как заказчика проектных работ. На сегодняшний день нам просто отвечают, что везет претензионные работы и все. По всем учреждениям, все сами. Да, объединить в один вопрос, вынести это на рассмотрение комиссии нашей или по комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Не важно где, но надо это обсудить и именно с УКСом прорабатывать эти вопросы. Потому что реально уже два года проходит, у нас даже пиры еще не прошли. Что говорить уже о ремонтных работах. Такими темпами у нас здание развалится и все. По программе «Профилактика правонарушений» удалось модернизировать городскую систему видеонаблюдения. 40 камер заменили на более современные, что не замедлило сказаться на статистике. Эффективность городской системы видеонаблюдения, состоящей на сегодняшний день из 120 видеокамер, заключается в предотвращении правонарушений, являющейся основной ее задачей. Также мы можем это оценить по анализу криминогенной обстановки в городе Нефтьюганске, которая по итогам 9 месяцев 2019 года характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По программе «Доступная среда» установили пандус в детском саду «Ромашка». Такие же приспособления сделали в 8 жилых домах. При сотрудничестве с управляющими компаниями. Более того, инфраструктура для особенных посетителей появится теперь в Нефтьюганском музее. Денежные средства будут направлены на обеспечение беспрепятственного доступа к услугам музейного комплекса. Планируется приобретение и установка тактильных табличек, приобретение и установки ленты для маркировки дверных проемов, приобретение специального светового звукового оборудования, приобретение складного пандуса. Однако инвалиды снова обратили внимание на то, что цифры в отчетах на их реальную жизнь влияют мало. Большинство старых жилых домов не оборудованы пандусами, а в новых порой делают так, что пользоваться невозможно. Был пандус, но он был не по норме. То есть угол уклона, ширина самого пандуса. Мы написали письмо. Написали письмо в Думу, написали письмо в общественный совет, написали письмо в Жилстройнадзор. На что нам поступил ответ из Жилстройнадзора? Это было о том, что при застройке дома не были предусмотрены условия для инвалидов. То есть тем самым нам дали понять, что они строили именно для здоровых людей. Напомним, в Нефтьюганске создана специальная комиссия, которая определила потребность в пандусах и подъемниках. Обследовав жилой фонд, они сделали вывод, что такое оборудование нужно установить еще в 33 многоквартирниках. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» отметил первый юбилей. Свои двери учреждение открыло пять лет назад, 16 октября, в день рождения города. За это время «Жемчужина Югры» стала любимым местом горожан. Здесь проходят спортивные праздники, сюда приходят все желающие поправить здоровье и просто отдохнуть. «Жемчужины Югры» без преувеличения можно смело назвать одним из самых больших спортивных центров в округе. Площадки учреждения с каждым годом обрастают все новыми секциями. Среди посетителей становится все больше гостей из других городов. Здесь проводят не только различные тренировки, но и масштабные развлекательные и спортивные мероприятия. За полтора года моего руководства провели массовые мероприятия, это и всероссийского, и международного уровня. У нас был и этап Кубка России по плаванию, и всероссийские соревнования по спортивной аэробике, ММА, спортивной акробатики. И гордость наших международных соревнований по вольной борьбе. Гордость «Жемчужины Югры» – отделение адаптивного спорта. Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья занимаются плаванием, настольным теннисом, бочей, легкоатлетикой, силовым троеборьем. Воспитанники отделения уже давно достигают успехов за пределами города, становятся чемпионами и призерами России. Нефтьюганский спортсмен Руслан Гусейнов в прошлом году вошел в спортивную элиту округа. Самый большой успех, когда с нашего участника снимают инвалидность, и он может уже участвовать в соревнованиях со здоровыми людьми. Человек пять уже, за мою бытность, человек пять. На площадках центра занимаются также спортивные школы, есть отделение художественной гимнастики, мини-футбола, акробатического рок-н-ролла, спортивной акробатики, аэробики. Многие приходят сюда семьями. Излюбленное место для досуга – аквапарк, бани и сауны. Вы готовите людей не только физически, но и духовно. Вы помогаете им развиваться, вы помогаете становиться крепкими, хорошими гражданами своей великой страны. Немаловажно и то, что услуги центра доступны каждому. Для льготной категории граждан, многодетных семей и инвалидов занятия и вовсе проводят бесплатно. Спрос растет. За год количество желающих поправить свое здоровье увеличилось в два раза. Сейчас в штате учреждения 209 человек. Лучшим работникам в честь пятилетнего юбилея вручили грамоты и благодарственные письма депутата Окружной думы Владимира Семенова и главы Нефтьюганска Сергея Дегтярева. Я хочу сказать, что наше учреждение за пять лет вошло в пятерку лучших учреждений Ханты-Мансийского округа. Хочу поблагодарить отделение ГТО. Пятое место в округе. За такой короткий период мы с 22-го вошли в пятерку. Отделение адаптивной физической культуры. Второе место в округе. Сейчас «Жемчужина Югры» готовится к еще одному масштабному событию. С 25 по 27 октября здесь пройдут международные соревнования по вольной борьбе. Мария Сераева, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Новый вид дистанционного мошенничества фиксируют полицейские по всей стране. Злоумышленники предлагают владельцу смартфона установить якобы защищающую ваши средства программу. Новый вид мошенничества пришел в Россию с Запада. За последние полгода произошло более тысячи попыток дистанционного хищения средств. Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками банка и предлагают установить специальное защитное приложение. В результате получают доступ к данным вашей карты и совершают хищение. Сотрудники правопорядка рекомендуют гражданам не реагировать на звонки от якобы банковских служащих, бросать трубку и, если есть сомнения, перезванивать самим на горячую линию своей кредитной организации. «Большой Сибири. Уголок родной» в городской библиотеке презентовали сборник стихов местных авторов. Прежде чем книга вышла в свет, над ней работали два года. В сборнике 185 произведений от 56 авторов. Это жители Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Нефтяная столица сибирского края, город сердцу родной, на юганке реке. Ты полвека стоишь вширь и ввысь раздвигаясь, как форпост нефтяной на югорской земле. У Александра Дружинина в сборнике пять произведений. Эту книгу он сравнивает со срезом времени, полувековым. В нем стихи о природе, буровиках, любви, кругосветном плавании. На ехте Югра он ходил в первое кругосветное путешествие. Говорит за живое, не так задевает проза, как стихи. Их чувства отражены, их любовь, их отношение к юганскому краю. То есть, редакционная коллегия сделала огромное дело, объединив стихи разных поколений в один сборник стихов. Среди авторов – нефтяники, медики, журналисты, учителя. В основном, их северный стаж близок к возрасту Нефтеюганска. Это те люди, которые стали непосредственными участниками становления города. Она подобна рождению ребенка, потому что мы всегда с радостью ждем появления его на свет. И вот за два года с участием всех вас, с участием актива города, литературного объединения, все-таки книга увидела свет. Прежде чем книга увидела свет, коллективам литературного объединения «Озарение» была проделана большая работа. На сбор материала и редактирование текстов ушли годы. Раньше, когда не было еще сборников, не выпускали поэты свои сборники, это все было на страницах газет. Библиотекари вырезали из газет стихи, клеили их в альбомы, и вот так вот появлялись наши сборники в зале краеведения. В создании сборника активное участие принял и депутат городской думы Сергей Андреев. Он же и оказал финансовую поддержку. У меня в душе такие мысли, такая энергетика появилась замечательная, потому что я вернулся в свое детство и увидел, как вы, уважаемые наши нефтьюгамцы, несмотря на проблемы, на трудности, именно подняли этот красивый город. Произведения полюбят и взрослые, и дети, уверены авторы и издатели. Сборник стихов обязательно передадут в школьные библиотеки. Тираж небольшой, всего 200 экземпляров, поэтому в продаже ее не будет. Зато она всегда доступна для чтения в городской библиотеке в отделе краеведения. Мария Сераева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». «Звезда удачи» в Нефтьюганске состоялся первый городской детско-юношеский конкурс авторских песен и стихотворений. Участниками выступили 23 юных поэта. О чем талантливые школьники слагают строки, узнала наша съемочная группа. Первый городской конкурс авторских произведений посвятили 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ребята постарше за основу своих произведений взяли именно эту тему. Хочу как Пушкин о России говорить, писать о ней, как Блок или Некрасов. Россия – женщина, ее нужно любить. В ней вся душа широкая, прекрасная. Это Максим Тимиров, 16-летний юноша, начал писать стихи пару лет назад. Вдохновение берет как раз и строк любимого поэта. На счету парня несколько серьезных стихотворений. Я считаю, что стих – это как целый фильм, да, он должен описывать и рассказывать обо всем. То есть, как бы, допустим, если ты пишешь про жизнь, то в этом стихе ты должен услышать и рождение, и смерть, понимаете? То есть, как бы, это должно вот так быть для меня. Идейным вдохновителем и организатором литературного состязания стал автор известных песен и стихов о Нефтьюганске Михаил Иванов. Педагог дополнительного образования уже давно вынашивал идею выявить талантливых школьников. И вот, наконец, удалось собрать юных поэтов вместе. И главная цель вовсе не в определении победителя. И не хватит минуты, часа, и за годы не перечести. Тех, кто бросился в атаку, чтобы Родину, мир сберечь. В конкурсе три возрастных категории, темы, на которые пишут школьники, самые разные. Ребята представили произведения о дружбе, о Родине, о городе и о войне. Организаторы уверены, что конкурс станет для Нефтьюганска традиционным, ведь, как показал первый опыт, поэтов у нас достаточно много. Наталья Платонова, Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Ехать техничнее. На выходных в Нефтьюганске прошли окружные соревнования по мотокроссу. В субботу в первенстве приняли участие юноши до 18 лет. В воскресенье состоялся чемпионат уже для взрослых гонщиков, а также для любителей. Заезды были непростыми. Из-за заморозков трасса была жесткая и скользкая. Без падений не обошлось. Длина трассы – 1800 метров и всего 7 трамплинов. Высота самого высокого – 9 метров. От двух решили отказаться. В такую погоду они становятся опасными для заездов. Земля твердая и обледенелая. Травмы могут быть серьезными. Она сложная и по уровню сегодняшней погоды. Сложно, то есть подморозило. Она может быть под грунтами скользкая и жесткая. И повороты, получается, бетонная трасса, большие скорости, дальность полета, высота полета. За 20 минут тренировки перед официальным заездом стало ясно, что сильно разгоняться в этот раз не стоит. Стратегия Глеба Чернышева – ехать техничный, без падений. Главное – выиграть старт. И самое сложное, говорит, это повороты. Заносит сильно. А вот прыжки на самом деле не так страшны, как может показаться обывателям. Газ открыл и летишь. У нас подвеска отрабатывает. Мы прыгаем, приземляемся, мы ничего не чувствуем. Как просто на диване прыгаем, точно так же. В ходе тренировки у многих выявляются неполадки. У мотоцикла Глеба пришлось приподнять лапку тормозов. А вот у 10-летнего гонщика Роберта Нуреева проблема оказалась посерьезнее. Железный конь напрочь отказался ехать. Что-то вот с проводкой, вот здесь блок. И с проводкой что-то неладное случилось. Там с проводами, либо с фишкой что-то. Он просто не заводится у тебя. У него нет искры. Перед началом соревнований участников подбодрили гости праздника. Всем спортсменам ярких интересных соревнований, честной борьбы, новых достижений. А зрителям, конечно, ярких впечатлений и хорошее настроение. Вы сильные и мужественные. Сила духа, движение вверх и вперед. Победа, вот ваше самое главное качество. И пусть победит сильнейший. Первыми стартовали самые маленькие гонщики на мотоциклах объемом двигателя 65 кубических сантиметров, следом классы 85 и 125. За выпуском спортсменов следили судьи на старте. Следим за выпуском, то есть за состоянием спортсменов, за техническое состояние мотоциклов. То есть, чтобы был, как бы сказать, экипирован полностью драйвер, мотоцикл, чтобы был исправен, чтобы ничего не висело, тормоза были. За гонками наблюдали всего около 20 судей. Самое грубое нарушение – это прыжок под желтые флаги. Их поднимают, если впереди есть опасность. И снимают сразу 10 баллов. Павел Евдокименко еще перед заездом как чувствовал, что на поворотах и трамплинах нужно быть аккуратнее. Говорит, за 7 лет в мотокроссе амуниция его всегда спасала. Поэтому ей он не пренебрегает. Мотоботы первым делом, чтобы ноги были целые. Наколенники, которые вот здесь. Штаны, которые мотокроссовские. Броня. И шлем с очками, и с перчатками. Ну слушай, ну оно скобывает, наверное, движение. Да, мотоботы, они тяжелые. Нет, ничего. Не скобывает? Нет. Легкие. На предпоследнем круге Паше не повезло. Вылетая с трамплина, он не удержался и упал. Ударился сильно. Но нашел в себе силы продолжать гонку. Гонщик согласился и сказал, да, я смогу ехать. Еще один круг. Воскресенье соревнования продолжились. На трассу вышли взрослые мужчины и любители всех возрастов. По итогам двух дней нефтьюганская команда в первенстве заняла первое место, в чемпионате – третье. Синоптики отмечают, что выпавший в югре снег может устояться до зимы на большей части округа. Но плюсовые температуры в некоторых территориях все же будут. Самым теплым днем на этой неделе станет вторник, а воскресенье обещает быть самым холодным. Всю неделю югорчанам будут докучать осадки смешанного характера. Переменный ветер иногда с порывами. На дорогах установится гололед. Среднесуточная температура на этой неделе будет колебаться от плюс одного до минус восьми градусов. И последние выпуски новостей на телеканале «Юганск» теперь выходят в эфир в 12, 17 и 19 часов. Повтор вы можете посмотреть в 7 и 10 утра, в 3 часа дня и в 11 часов вечера. На этом все. Смотрите на социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 237747. Всего вам доброго и до встречи в эфире.